Расскажи, почему именно выбрал ты футбол? С детства само как-то сложилось. Лет с четырех просто во дворе играл с ребятами. И буквально, наверное, через год попросил отца, чтобы он меня записал на какую-нибудь секцию. Он меня записал, но там набор был с 7 лет, пришлось еще пару лет во дворе поиграть. Начинал ты к ревотовскому приолите. Расскажи о первых этапах своего футбольного пути. Как начинался он у тебя, как выбирал позицию? И вообще вспомним эти первые шаги в ревотовском приолите. Ну, когда я начинал, только когда у нас отбор был сначала. У нас там человек 50, наверное, было. Нас собрали вдвоем. Никита Дорофеев вместе. Вот. И потом позицию я не выбирал. Куда ставили, там и играл. Ты часто менял позиции. Но какой тебе комфортнее? Защитником, наверное. Ну, я уже давно защитником, поэтому даже особо не вспомню, каково это играть. Там, крайним хавом или еще где-то. Но если так случится, вдруг придется на другой позиции сыграть? Не проблема. Справа или слева? Честно, вообще без разницы. И слева, и справа чувствую себя комфортно. Продолжение тему ревотовского приолита. Какие у вас вообще в целом те воспоминания остались об этой команде? Ну, у нас была хорошая команда по году. Просто в один момент, когда мы вышли из высшей лиги в премьер-лигу, я поменяли в клубную и нас то не пустили. Поэтому мы остались играть выше и доигрывали уже высшей лиги. Расскажи, есть любимое место в Риоте? Если есть, то какое? Стадион. Илья, какая у тебя ведущая нога? Правая. Ты поиграл по любителям. Было сложно ли переходить из любителей в профессионалы? Я совмещал. Я играл и в любителях 8 на 8, и играл 11 на 11. У меня в неделю могло быть по 2-3 игры. Поэтому я особо никуда не переходил. Ты говоришь, что совмещал и там, и там. Был ли какой-то такой момент, когда ты сомневался, что зацепишься за профессиональный футбол? После выпуска был такой момент, когда я выпустился по году. Потому что мне обещали, что мне помогут устроиться во вторую лигу. Но когда я выпустился, мне никто не помог. Как ты справлялся в этот момент с эмоциями, с психологически? Как заставлял себя работать и не терять надежду? Продолжал играть просто на КФК в приолите также. И, ну, КФК, ЛФЛ. В ЛФЛ за кого играл? За Русич играл, за Портер играл. За приолит как раз играл. Я как раз там начинал. После выпуска создали команду нашу. Мы ребятами своими играли. А как тебе в целом впечатление от футбола 8 на 8? Иногда хорошо, иногда плохо. Не, вы именно как формат. Насколько он интереснее? Может быть, 11 на 11 или нет? Не скажу, что он интереснее. 8 на 8, 11 на 11, 5 на 5, как в миг футболист. Просит дать совет молодым футболистам. Какой бы ты совет дал молодым футболистам? Не, ну, главное, чтобы было желание. Просто, если будет желание, все остальное тоже будет. Переходим к локомотиву. Расскажи немножко поподробнее, как произошел этот переход. Как вы, какие-то подробности такие, которые, может, люди не знают. Кто там первый позвонил, кто сообщил и так далее. Как долго думал? Ну, я зимой узнал об интересе. И как бы пообщались, сказал, что летом заканчивается контракт, будем летом разговаривать. Долго думал над переходом или сразу власть? Вообще не думал. С кем-то советовался или сам решение принимал? Нет, советовался с женой, с мамой. Все. Все подержали сразу? Ну, да. Расскажи, как встретили тебя в команде? Нормально. Ну, я половину ребят знал. Кого-то лично, кого-то не лично. А так, отличный коллектив. Поэтому особо осваиваться не нужно. А Дзюба уже получил шуточки? Конечно. Первый же день, когда я его увидел. Расскажи, как тебе атмосфера в нашей команде. Прочувствуй ее. Ну, вот по тем дням, что я здесь, атмосфера прям, можно сказать, семейная. То есть все дружелюбные, все со всеми общаются. Все отлично. С кем живешь на базе? Один. Повезло тебе как? Какие впечатления от базы? Прекрасная база. Просто тут добавить больше ничего. Тебе еще повезло, что один живешь. С кем больше всего общаешься? Там, ну, никого-то выделить не могу со всеми по чуть-чуть. Пытаюсь понять всех. Как коротаешь время вечерами? Ну, общаюсь с ребятами, могу там в комнате в компьютер поиграть. Во что? В КС. Успел ли ты адаптироваться в команде? Ну, на самом деле, наверное, еще не до конца, но уже близко. Какие планы в новой команде? Добиваться результата вместе с командой. Следил ли ты, вот учитывая, что зимой тебе поступил предложение, следил ли ты за весенней частью выступления локомотива? Конечно. Как тебе? Прекрасно. Ладно, идем дальше. Что тебе в первую очередь впечатлило на сборах? Ну, сейчас уже нагрузка. Ну, а так сборы, как сборы. То есть, всегда сборы. Лето сборы, зима сборы, поэтому... Кто для тебя главный конкурент на твоей позиции? Как на него ответить? Все. Ну, Тики, наверное, Нинах, Сильян, Нитай, кто еще? Кто еще из крайних защитников? Ну, все. Ну, все. Почему выбрал номер 77? Я изначально начинал играть под седьмым номером, но во всех клубах он всегда занят. Поэтому я решил к одной семерке добавить вторую. Как, Нурька уже успел пообщаться с Михаилом Михайловичем, как тебе впечатления о нем? Отлично. Какой он тренер? Ну, в плане быта можно с любым вопросом обратиться, пообщаться. В плане поля все строго, работа. Удивительный вопрос, но не могу не задать. Соревновался ли ты в скорости с Пеняевым? Нет. А будешь? Интересно. Это кому-то нужно? Просто для себя. Наверное, нет. Приходим немножко про тебя, вопросы. Вспомни свой лучший гол. И кому забил? В Спартаку. В первом туре. После отпуска. У тебя есть такая интересная особенность. Ты очень много вводишь результативных аутов. Если я не ошибаюсь, в одном из сезонов 4 результативных аутов у тебя было. Расскажи, как вообще получилось так, что у тебя такое умение? Отдельно ты его тренируешь или нет? Или так и было раньше? Оно с детства. Когда я узнал о том, что я далеко кидаю аут, играю еще по детям, я его кидал с двух сторон, с разных бровок всегда. И поэтому я никак не развивал его. Это просто само сложилось. Баскетболом ты не занимался никогда? Нет. А не измерял, насколько далеко ты вводишь мяч? Ну, если по критериям поля, с бровки до 11 я докинул. Неплохо. Кто твой футбольный кумир? Марселло. Тот вопрос, который мы с тобой обсуждали. Любимый футбольный клуб, давай тогда, если нет отдельного, то может быть хотя бы те клубы, которые тебе импонируют. Ну, про Россию не актуально просто говорить. А так в Европе за United болею с детства. В продолжение вопрос, хотел ли бы ты поиграть в Европе? Если да, то где? В каком чемпионате? Ну, мне кажется, каждый футболист хотел бы поиграть в Европе. Чемпионат Англии. Манчестер? Конечно. Любимый вопрос всеми, Роналду или Месси? Никого не выделю. Ну, каждый по-своему хорош. Поэтому, как можно выделять кого-то одного из них? Не знаю, вот люди, как правило, все время делятся на два лагера. Одни любят Роналду, другие вместе. Не буду выделять. Раньше, могу честно сказать, любил Роналду. Сейчас, когда чуть стал более, наверное, взрослее, не могу сравнить иглу футболистов. Кто для тебя ориентир на твоей игровой позиции? Марсел. Я бы говорю, здесь же задаю вопрос. Мало ли вдруг. Кто выгрызал оттой мяч в этом году? Давай, Нострадамусов поиграем. Ну, Холланд или Месси, наверное. Играя в РПЛ и ФНЛ, был ли тот футболист, который для тебя был как кошмарный сон, который тебя замучил? И с кем бы ты не хотел бы пересекаться на поле? Я помню одну прекрасную игру, как раз с локомотивом. Я вышел после травмы, а там был керк. Было не очень приятно. Ты с ним не поговорил после игры? Нет. Занимался ли ты другим видом спорта, кроме футбола? Ну, я играл в другие виды спорта, но именно заниматься нет. Илья, расскажи, какой у тебя любимый фильм? Легенда. Сериал? Не выделю. Ну, расскажи, какой последний посмотрел, который тебе понравился? Хороший доктор. Какую бы ты песню спел бы в караоке? Пение, а не мое, медведь на ухо на стопе. Абстрагируемся, ну вот, неважно, какую бы ты хотел бы песню спеть? Неважно, как это было. Ну, любую песню Михаила Круга. Кто твой самый любимый партнер в твоих командах? Пусть будет Хвичи, наверное. Ну, когда в Рубине был. Здесь сейчас пока не могу никого выделить, я тренируюсь только три дня. Отдых в Сочи или на Мальдивах? Извини. Я не могу на него ответить, потому что я на Мальдивах ни разу не был. Чем любишь заниматься во время перелета? Спать или что-нибудь смотреть. На каком стадионе комфортнее всего играть? Не выделю какой-то один. Тройку выдели. Ну, я не, ну, как бы, все стадионы по-своему хорошие. Кто чувствовал, когда Рубин вылетел из РПЛ? Опустошение. Долго, кстати, приходил в себя? Ну, неделю, наверное. Потом приходит осознание, что теперь надо еще больше работать, чтобы обратно туда вернуться. Тогда расскажи, спустя год команда вернулась, какие были эмоции? Эмоции были, как будто мы Лиг чемпионов играли. Ну, на самом деле так. Насколько вообще тяжело этот сезон удался? Команде и тебе лично. Фанейл очень тяжелая лига. Там все жестче, все. Может быть, там по футбольным меркам футбола меньше, но в плане именно жесткости там тяжело. Странный вопрос, ты какой прожарки любишь? Medium well. Ладно, видишь, как будет. Так, вопрос, что делаешь в свободное время вообще в целом, вот обстанавливать в жизни? Провожу время с семьей, с дочкой. Как складывается ваш традиционный отдых? Как любите отдыхать? Погулять в парке, провести время вместе. Вообще, времени, наверное, вообще не хватает? Ну, вот сейчас, последнее время. Да. Какую кухню предпочитаешь? Русскую. В целом, расскажи о своих целях в жизни. Вот, куда идешь, чего бы хотелось бы в жизни? Мечта какая-то большая. Нету. Нет мечты. Не может быть такого. Ну, я живу сегодняшним днем. Построить дом, посадить дерево, вот эти традиционные. Нет, я живу сегодняшним днем.